всем привет с вами ванок и это вторая подборка модификаций для amato blade 2 бана лорда первая часть очень даже нашла население многие оценили мои старания показать вам интересные нужные полезные модификации и я решил повторить эту затею и представить вам еще одну подборочку как и в прошлый раз перед нами далеко не крупные модификации которые отвечают за всего лишь несколько задач за несколько параметров которые меняются в этой игре но все они сами по себе нужны и многие наверняка вас заинтересует ноги наверняка поселиться на вашем собственном компьютере и вы будете с удовольствием использовать их функционал но прежде чем продолжить хотел бы напомнить что модификации которые я сегодня озвучиваю не все могут работать так как надо и у вас могут возникать семьи проблемы особенно если вы будете ставить все слишком их много и когда я тестировал сегодняшнюю подборку часть из-за модификаций у меня и были несовместимы то есть не работали вместе друг с другом я не буду сейчас зацикливаться на том как и что работает я думаю что проще если вы просто сами будете их запускать и если игра при запуске у вас вылетает то либо вы неправильно их поставили либо модификации пропуску несовместимы ну и плюс я учел комментарии многих людей которые попросту не заметили в прошлый раз список этих самых модов которые я представил виде комментария к своему же видео и поэтому напоминаю что все моды которые будут сегодня рассмотрены ссылки на них вы можете найти в первом прилепленном комментарии к видео там все что нужно для вас есть плюс сегодня я учил опять же комментарии многих и по части модификации будет сопрождение видеоряда именно с точки зрения геймплея этих самых модов ну что ж давайте приступать и начнем мы с темы которую я на самом деле уже затронул в сегодняшнем видеоролике а именно связано с порядком и запуском различных модов как я вам уже говорил стандартный лаунчер игры не позволяет сохранять порядок который вы задали при запуске то есть вы вот запустили игру зашли в настройки модов включили нужный порядок модов вышли из игры бац все сбросился к сожалению стандартный лаунчер это пока что делать не может вам каждый раз при запуске нужно вновь и вновь выставлять нужный порядок есть специальный комьюнити лаунчер для этой игры который по идее должен эту проблему решать и вроде как в определенный момент он даже и вполне себе решал но к сожалению так уж получилось что когда его тестировал я по каким-то причинам у меня порядок модов все равно не сохранялся то есть основная его задача не работала плюс нем еще есть автоматическая сортировка модов которая вроде как позволяет опять же все одним нажатием настроить чтобы все моды правильно выставлялись но опять же сожалению эта фишка у меня не работала и поэтому мне приходилось все равно все делать вручную но возможно если вы скачаете этот лаунчер у себя на другую версию может быть у вас это заработает то эта проблема для лично вас будет решена поэтому я не списываю пока что программку не списываю ее функционал но просто говорю вам о том что возможно она у вас работать не будет плюс этот лаунчер он по сути дополняет стандартный он заменяет отдельный его функционал хотя не заменяет файлы в игре то есть в отличие от его предыдущих версий которые заменяли стандартные файлы и могли вам игру сломать полностью здесь все работает по принципу дополнительных настроек дополнительных файлов и в принципе в случае если вам просто этот лаунчер не понадобится вы можете его легко удалить ну а теперь уже приступим непосредственно к модификациям я думаю что сразу же первым модом который окажется наиболее интересен для многих но опять же к сожалению не самому работоспособным является скрим лорда если говорить по чесноку это даже не совсем мод это дополнение к специальной программе которую вы можете найти steam называется на войс а так и по сути скрип лорд нам просто дает некий набор соотношения игровых команд и того что будете произносить и таким образом привязывает этот самый войс а так непосредственно к баналорду суть заключается в простом у вас есть опять же эта программа которая по сути является на самом деле платной но вы можете скачать бесплатную версию которая ограничена по функционалу но для тестирования и базовых команд и этого хватит и затем запускайте специальные пресеты нужны для баналорда и играете чем проблема спросите вы а проблема заключается том что это самый войс а так она основывается на встроена windows движке распознавания речи и к сожалению это движок попросту не работает если у вас русский язык интерфейса в принципе с вас любой язык интерфейса отличный от английского то есть нужно специально это самый интерфейс настраивать и причем это не так уж и просто это приводит к неким таким довольно неприятным последствиям например если вы изменяете свой этот самый язык интерфейса то игра начинает читать что вы относитесь к другому региону а относитесь к другому региону steam смотрит на это и говорит а смотри-ка у тебя игры куплены для региона ты играешь на сша регионе то есть давайте я тебя в кучу игр обрублю ты в них не сможешь играть это конечно же временно это лечится опять же назад переключение в нужный регион но вот такой нюанс вот такие вот проблемы которые рождаются установкой одной единственной программы ну вы сами должны просто для себя соотнести нужно ли вам вот такой геморрой испытывать или не нужно хотите ли вы испытывать вот этот самый функционал или нет я пока что сожалению не готов вот таким сложностям но когда-нибудь не исключаю что все-таки я вот эту фишку проверю и посмотрю как все-таки ведет себя баналорд помощью вот такой довольно хитрой системы голосовых команд ну а теперь переходим более классическим вещам и следующий наш гость это мод который одновременно совмещает редактор и модификацию и так встречайте си айти эдитар с помощью данной модификации прямо через игру вы можете вызвать специальное окно редактирования позволяющие вам изменить такие параметры как характеристики вашего главного героя а также всех членов вашего клана а также инвентарь вашего отряда и его количественный и качественный состав то есть состав юнитов в ростере отряда все это разделено по нескольким закладкам каждая из закладок удобно настраивается а по закрытию самого окна вы видите уже сохраненные изменения то есть никуда не нужно дополнительно ничего загружать все действовать на лету единственное с чем пока что возникает проблема такая-то изменение перков и они к сожалению пока что в данном моде не работают хотя вроде как даже и в нем и представлен но в любом случае это очень полезный инструмент для тех кто хочет просто потестировать игру кто хочет что-то сделать то как ему нужно ну или даже просто почителить потому что в том числе это мод позволяет поставить ваши параметры ну сверху разумной нормы в любом случае почему бы и нет но мы идем дальше и следующий наш гость это detailed character creation детализированная процедура создания персонажа и касается на не предыстории вашего персонажа а непосредственно редактора персонажа где вы задаете внешний вид где задаете различные параметры данный мод существенно расширяет и дополняет различные настройки вашего героя в том числе например позволяет создавать персонажей детей изменяет внешний вид за счет дополнения настройками мускулов веса различных дополнительных слайдеров позволяющих существенно поменять именно тело чего до этого в игре 10 это не хватало то есть раньше был только настройка по сути роста то теперь ваш персонаж может действительно изменяться может быть даже где-то не реалистичных пропорциях но зато изменяться причем надо понимать что эта модификация лишь разблокирует стандартные настройки игры и по сути к чему-то совершенно неприятному то есть каким-то крашем провести не может в принципе следующий мод наверняка понравится тем кто любит проводить авторасчет битв то есть когда и ты не сам участвует сражений а она автоматически рассчитывается том числе это например принудительно порядке применяется когда твой персонаж ранен а битва все равно началась и так better auto calc я думаю что не секрет для многих что когда игра рассчитывает совостоятельно различные сражения то она действует несколько нечестно даже может быть не честно а раздражительно то есть есть у тебя там большое количество элитных воинов например штук 20 катафрактов и эти катафракты после этого родного сражение попросту мрут причем рут аня от сражений с банальными ультами и казалось бы ну где лутер и где катафракты проблема заключается в том что стандартный расчет игры довольно банален и довольно простую с игрушка берет совершенно родного юнита из вашего отряда и совершенно родного юнита из вражеского отряда далее она смотрит на уровне этих юнитов на разницу эк характеристиков и с некоторой долей рада ма решает и врет ли этот юнит или нет Проблема заключается в том, что разность вот этих самых уровней, она в игре просчитывается очень слабо, то есть ее практически нет И из-за этого получается так, что разница между тем же лутерами и катафрактами, она минимальна Так вот, этот мод, он увеличивает эту разницу и тем самым вносит важное изменение в формулу В итоге, высокоуровневые юниты имеют гораздо больше шансов выжить, потому что они сильные Ну а слабые юниты имеют, соответственно, шансы более-менее приближенные к текущему То есть это не значит, что ваши юниты не будут умирать вообще И даже возможно, если вы будете встречаться с действительно сильными армиями, смерти будет даже больше Но при сражении в тех случаях, где тотальное вас преимущество, где явная победа, то здесь уже будет все более-менее нормально И каких-то совершенно абсурдных смертей уже не будет вам встречаться Еще одно маленькое дополнение к игре, но которое тоже играет свою роль Называется оно Upgrade Remote Companions В чем заключается его смысл? Дело в том, что когда вы вытаскиваете какого-то компаньона из своего отряда И приказываете ему отправляться сидеть в гарнизон или же вовсе сформировать свой собственный отряд Свою собственную армию, то он начинает прокачивать свои навыки самостоятельно Чтобы этого избежать, допустим, если вы хотите полного контроля над своими НПСами Вы можете поставить этот мод и тем самым он с помощью специальной настройки Отключает вот это автораспределение при отсутствии компаньона в вашем отряде И таким образом позволяет вам делать те биллы, которые вы сами хотите Ну понятно, что в любом случае навыки будут прокачиваться в зависимости от того Какие действия будет предпринимать компаньон в рамках своих собственных приключений Ну а перки здесь уже вы сами сможете распределить как хотите Garizon Improvements Улучшение гарнизона Очень полезная, на мой взгляд, модификация Которая, опять же, не слишком много делает Но то, что она делает, это очень важное изменение Потому что оно, наконец-то, позволяет автоматически тренировать войска, находящиеся в гарнизоне Если раньше войска в гарнизоне пополнялись только за счет ваших собственных действий Или же, если какой-то лорд решил задонатить вам свои войска То есть просто пришел и сбросил часть своих войск в ваш гарнизон То теперь войска могут набираться автоматически Понятно, что с соответствующими статьями расходов И это не бесплатно совершенно Плюс войска могут набираться и с числа пленников, которые вы посадили в гарнизон То есть, по сути, гарнизон делал все то, что делали бы вы сами Когда у вас есть и пленники, и войска, которые обучаются, но только в автоматическом режиме И это позволяет немножечко упростить ваши задачи Например, какой-то гарнизон у вас есть, вы не можете им заниматься Времени у вас на это не хватает, война идет А он пацан уже сам что-то там сделал И это заметно упростило вам жизнь Причем этот мод позволяет детально настроить различные параметры И это очень большое его преимущество Потому что настройка позволяет сделать многое То есть, это настройки рекрутинга Например, нанимать ли бандитов или нет Это лимит, это саморекрутинга, это модификатор стоимости и различные бонусы гарнизону То есть, здесь на самом деле есть многое И если вы не хотите получить слишком читерную конфигурацию То вы всегда можете настроить все так, чтобы игрушка вполне себе нормальная В плане баланса существовало и после установки данной модификации Но при этом вам облегчало жизнь Firelord Очень такое громкое название, которое переводится как «Властелин огня» Но на самом деле функционал данного мода, он в принципе ограничивается лишь графической составляющей Просто стилистика по сути своей И делает он следующее Он добавляет в ночные сражения Да и в принципе не только в ночные, но в ночных это особенно ярко чувствуется Спецэффекты огня И эти спецэффекты работают как в отношении оружия ближнего боя, так и в отношении стрел Причем, если оружие, оно попросту включается и выключается То есть, специальность кнопочка по умолчанию это CM Вы просто видите какой-то там горящий меч Который в том числе еще и будет распространяться на вашего собственного персонажа То есть, ваш персонаж периодически будет попросту охватываться огнем А также на противников, в которых вы повреждаете эти самые оружия То есть, они тоже начинают гореть, хотя опять же это просто спецэффект То стрелы работают всегда, то есть, любая стрела, которую вы выпустите Она автоматически станет горящей Правда, в этом случае уже гореть будет только сама стрела И допустим, вытыкается на землю, вы видите эффект горения В том числе со спецэффектами освещения Кстати говоря, осторожнее на слабых компьютерах А вот противники, к сожалению, от стрелы загораться не будут Ну то есть, еще раз вам говорю, чисто для внешнего вида Для тех, кто хочет какого-то там разнообразия Loot overhaul То есть, теперь работа лутом Опять же, не очень большая модификация Которая вносят некоторые дополнительные механики лута Позволяющие вам почувствовать себя немножечко удобнее Как и в принципе во многих других модификациях О которых я сегодня вам говорил Она добавляет несколько параметров настройки В том числе, возможности облутать казенных лордов Возможности лутать, в принципе, ваших соединенных войск после битвы Ну и также некоторые другие настройки получаемого лута Причем все это, как и в случае с предыдущими модификациями, настраивается И вы не получите те действия, те моменты функционала, которые вам не нужны Что на самом деле является очень большим достижением модификации для бана лорда Ну а следующий наш гость носит совсем уж маленькое единичное изменение Но зато какое Называется он Kill Bandits Race Relations И он полностью отвечает своему названию Я думаю, что некоторые в курсе того, что если вы зачищаете логово бандитов То у вас автоматически улучшаются отношения с окружающими лордами И также агентами в городах Так вот, я думаю, что вполне логично и вполне заслуженно Аналогичное действие должно распространяться и на уничтожение бандитов Которые не менее вредные Они грабят караваны с некоторого времени Они могут атаковать деревни В общем, не очень полезные ребята И поэтому вполне нормально, что теперь с этим модом Уничтожая шайки бандитов Вы также повышаете отношения с различными лордами С различными агентами Ну, в общем, я думаю, что этим все сказано Юнит State Fixes Не самый важный мод, не самый полезный Но я думаю, что многим он понадобится Именно с точки зрения баланса Потому что, возможно, кто-то заметил Но не все юниты правильно в этой игре сбалансированы Есть определенные недоработки И автор этого мода решил на собственный лад Эти самые недоработки устранить По сути, это, в некотором смысле, ребаланс Который вам позволяет Немножечко иначе взглянуть на характеристики Понравившихся вам юнитов Или, наоборот, не понравившихся Ну, в общем, я думаю, что здесь Острять внимание не стоит Сам я этот мод качать не стал Потому что мне он лично неинтересен Но думаю, что подобные вещи Наверняка придутся по вкусу Некоторым тем, кто любит Какие-то измененные характеристики Ну, по крайней мере, с точки зрения разнообразия Еще один мод, который занимается Не слишком большими изменениями Но тоже полезными Это Dead Clans Deactivate Данная модификация позволяет Сделать серыми Знамена, флаги тех кланов Которые были полностью уничтожены То есть, которые уже не участвуют В игровых событиях Но остаются в списке И вы таким образом можете отличить Те кланы, которые действующие В которых есть живые Какие-то там лорды Которые смогут как-то с вами взаимодействовать Союзники ли это Или наоборот противники И отделить их от уже умерших кланов Они будут, как я уже сказал Сервием выделяться И таким образом вы сможете Легко понимать Где и кто находится Ну и наконец Последний мод Оставил я его на самое вкусненькое Потому что он, по сути Состоит из двух частей Первая часть Это, по сути Набор из 15 новых Компаньонов С предысторией С уникальными скиллами Они могут Выступать в роли Различных спутников С различными задачами Докторы Строители Люди, которые просто хорошо сражаются С различными чертами характера С различными параметрами Ну в общем Я думаю, что Сами по себе Они уже должны разнообразить Свою игру Но это далеко не все И самая вкусненькая часть Этой модификации Содержится во второй части Дело в том, что Ее автор Создал специальный редактор Этих самых героев И вы можете Как загрузить Уже имеющихся И подправить их так И создать собственный список Этих самых героев И загрузить их В рамках данного мода И они появятся в игре То есть вы можете создать 15 героев С предысторией С характеристиками Которые будут Как некоторые хотят С условно живыми характерами На уровне Борча и Марнидов И прочих персонажей Первой части И вот таким образом Их находить в игре И их тоже нанимать Ну в общем Разнообразие Это тоже добавляет Плюс это На самом деле Добавляет кастомизации Потому что Вы опять же можете нанимать И создавать тех героев Которых вы хотите Ну единственное Что, понятное дело Надо понимать Что наравне с ними Будут встречаться И другие компаньоны И выискать их На просторах Как ради Будет не так уж и просто Ну а на этом все Я думаю Что подборка Сегодняшняя оказалась Не менее интересной Чем предыдущая И я надеюсь Что в будущем Нас ждут еще подобные работы Ну а также Само собой Будем смотреть На более крупные модификации Когда они появятся Ну а пока что все С вами был Ванок Спасибо за просмотр видео Не забывайте Подписываться на канал И оставлять комментарии И всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok